здравствуйте уважаемые зрители в прошлом видео рассказывал об удорожении в среднем на 30 процентов на канцелярские товары к новому учебному году и вот другая новость не менее хлебозаводы предупредили о повышении цен из-за роста стоимости сырья там на канцелярскую продукцию из-за роста сырья на рост сырья ссылались продавцы и вот теперь хлебозаводы предупредили о росте стоимости сырья соответственно и росте розничной цены производители хлеба уведомили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7 12 процентов увеличение стоимости они обосновывают подражением сырья упаковочного материала и транспортировки продукции российские хлебозаводы предупредили торговые сети о повышении цен с августа на свою продукцию на 7 12 процентов из-за роста стоимости сырья упаковки и логистики минсельхоз позднее сообщил что цены на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне а существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается поставщики обосновывают повышение цен подражением сырья упаковочного материала и увеличением транспортных расходов рассказали в торговой сети верные несколько производителей хлеба неофициально подтвердили газете индексацию цены на свою продукцию по словам президента российского союза пекаря алексея лялина все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз хотя сам хлеб всего на 1 рубль год в году так по его оценке маргарин вырос в цене на 38 процентов упаковочный материал на 26 процентов а сахар на 8 процентов в некоторых случаях упаковка подорожала на рекордные 40 процентов это повлияло на дефицит по его сам так пас по словам эксперта на рост повлиял и дефицит персонала в отрасли производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам видимо гастарбайтеров меньше стола в минсельхозе отметили что цены на хлебоволочную продукцию находятся на стабильном уровне но у них все стабильно конечно по данным министерства на последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки вырос на 4,6 а на хлеб из жанно-пшеничной муки на 5,9 процентов минсельхозе не ждут существенного повышения цен в дальнейшем так как сырье не подорожает а наоборот подешевеет так стоимость пшеницы 3-4 класса после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2 и 5,9 соответственно минсельхозе добавит что для стабилизации цен на хлеб производители получат госсубсидии на 16 июля освоено 47,6 процентов средств направленных на эти цели хлебобекарным предприятием в конце прошлого года для сдерживания роста цен на хлеб правительство утвердило правило предоставления субсидий компании отрасли из расчета 2 рубля на 1 килограмм хлеба по словам эксперта размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье а власти ряда регионов неверно трактуют условия субсидий их выдает не единовременно как это предписано правилами а частями каждый месяц также эксперт отметил что производители обязаны не повышать цены на продукцию в обмен на субсидию но из-за низкого уровня господдержки она оказалась невыгодной для многих предприятий в этих субсидиях не учитывается подорожение сырья чтобы избежать банкротства часть производителей решили отказаться от них также рассказывает эксперты он считает что субсидии обязательства их получателя не повышать цены на хлеб создает дисбаланс на рынке эффективным способом решения проблем был бы запуск программы адресной поддержки населения эксперт отметил что негативно отразилось на себе стоимости производства хлеба и госрегулирования цен на подсолнечное масло и сахар используемые в хлебопечении в конце прошлого года Минсельхоз, Минпроторг, производители и торговые сети подписали соглашение по фиксации розничных цен на сахар в пределах 45 рублей за килограмм подсолнечного масла на уровне 110 рублей за килограмм в результате производители сахара и масла решили компенсировать выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей включая производителей хлеба рассказал эксперт ну то есть находят где-то не повышают, а где-то повышают и за счет кого можно повысить вот такие тоже неблагоприятные новости на производстве хлеба сказываются дорожает, дорожает, дорожает и все ссылаются на проблему подорожания сырья посмотрим что дальше будет до какой степени будет все дорожать на этом пока все подписывайтесь на канал всего доброго до свидания до новых встреч до новых встреч